Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня. У меня сегодня настоящий день распаковывания посылок. Потому что я уже упоминала, пришел мой опрыскиватель, который я купила на сайте Все Инструменты.ру. Пришла посылка из Китая, про которую я говорила, что я ничего о ней не знаю. Вот сейчас буду все постепенно распечатывать и буду вам показывать. Вот если это я знаю и я сама купила, сама выбирала, то содержимое вот этих двух огромных коробок китайских я вообще не знаю. Опрыскиватель оставим на последнюю очередь. Интересно посмотреть, что вот в этих коробочках в первую очередь начну раскрывать вот эти коробки. Вот эта посылка из Китая я сейчас напомню тем, кто не знает, что я весной говорила, что на меня вышли представители какой-то фирмы, какой я не знаю. Там письмо через переводчика, и они предложили протестировать, посмотреть, как они называют палатка для выращивания рассады или растений в комнатных условиях с какой-то чудо-лампой. Посылки, я не думала, что такие огромные, посылки очень тяжелые. Муж вот поднимает с трудом, я вообще даже поднять не могу, сейчас будем открывать. Но я расскажу вкратце, что из переписки нашей я мало чего поняла, потому что там на китайском и через переводчика. Но меня заинтересовало это, потому что я же выращиваю весной рассаду, и вот это именно для моей вот такой вот, для моего занятия это может быть полезно. Вот эта лампа, которую, как они говорят, что вот такая специальная, какая-то специализированная, она помогает вырастить качественные растения в комнатных условиях. Все я это посмотрю потом, пока что я даже не знаю, что там. Сейчас по одной коробке начнем открывать. Вот, длинненькую коробочку убрали, осталась одна вот такая вот коробка квадратная. Распечатали. Сейчас сниму камеру и покажу вам содержимое. И посмотрю сама впервые. Я сама не знаю, что там есть. Надписи на коробках ничего мне, конечно, не говорят. Тут везде Маденчина, Маденчина. Никакого названия нет. Написано Чернова Ольга Павловна, и все. Мой адрес. И остальное. Китайские иероглифы. Открываю огромную вот эту коробку и вижу красивую книжечку. К сожалению, ни одного русского слова нет. У меня опять начнутся сложности. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Схемы, схемы, схемы. Но это, вероятно, руководство по сборке. Вот они, вот они, вот они. Вот что можно вырастить. Не только рассаду, но, вероятно, с маленького росточка и до урожая. Все на английском. Придется вбивать в интернет вот этот текст и просить переводчика перевести. Иначе я тут ничего понять не могу. Но мне уже нравятся вот эти вот милые милашки, растенец. Так, посмотрим, что это. Ой, мне кажется, это кверху попой открыли мы. Мне кажется, это не верх. Вот сейчас, короче, мы сейчас вот эти вот прослойки поролоновые уберем. И я посмотрю, что это. Это, короче, наверное, лампа, которая, вот эта чудо-лампа, которая будет освещать. Ой-ой-ой, тут что такое? Тут совсем не то, что я ожидала. Я думала, что перевернем, и там прям какие-то лампочки. Это вот эти как раз светодиоды, которые современные-то. Ну, муж сказал, что вот эти светят очень ярко. Какая она красивая. Ну, естественно, я сама ни за что бы не додумалась где-то в Китае найти вот эту вот лампу и это устройство для выращивания рассады. И с одной стороны, я, конечно, благодарна за то, что они мне предложили. А откуда они вообще как меня нашли? Переписываться было очень сложно, потому что все на перековерканном языке через переводчика. Но меня заинтересовало именно это предложение. Я же говорила, что мне часто то одно, то другое предлагают рекламировать. И мне чаще всего даже время жаль на переписку. А тут я подумала и решила, ну, где я еще и когда мне предоставится возможность что-то новенькое испытать. Я не знаю, видели ли вы у других блогеров вот такие вот как бы палатки для выращивания там рассады или для выращивания в комнате растений. Это даже подойдет, наверное, тем, у кого нет огорода. Можно, скорее всего, и дома получить вырожай. Но я не знаю, забегать заранее не буду. Сейчас посмотрим, откроем вторую коробку, вот эту длиннющую. Тут, как я поняла, вот этот светильник, который будет сверху висеть над растениями. Но по сборке тут, наверное, будет много у нас хлопот. Вот на очереди вторая коробочка. Ой, дождите, сейчас открою. Приоткрыть ее я вижу, что здесь как раз, наверное, вот поэтому она была и тяжелая, потому что вот эти вот железные ножки и вот эти уголки, из них, скорее всего, ой, ее, видать, хорошо кидали. Видите, даже про это пробилась бумага. Ой-ой-ой. Смотрите, замочки. Это, видать, этот стол. А как у нас еще до теплицы, чехольчик-то вот этот. Ой, какое интересное. Еще, как-то, ногами взяла еще интереснее. Но, как всегда, ни одного русского слова. А вот, что это будет. Смотрите. Такой, как типа холодильник, только наоборот. Ой, там будут жить растения, наверное, со светоотражением. Но замочек закроешь, наверное, чтобы там влажность можно было выдержать, ту, которую нужно растениям. Я вот всегда говорила, что у нас нынче было очень жарко. Они сохли и скручивались листики. Да, вот они, палочки. Вот они, уголочки. Вот они. Извините за грязные руки. Как всегда, посанковала сейчас. Собираем все это раз-раз-раз. Чехольчик. И внутри, видите, вам сейчас я еще посмотрю. Уберу лишний картон вот этот. Вот я вытащила этот чехол. Все такое красивое, все блестящее. Наверное, вот внутри вот такое уже, как светоотражающая ткань. Но я пока не могу до нее добраться, потому что там начало замка где-то там далеко. Это я увижу, когда будем собирать. Ой, не знаю, для чего вот эта штучка. Как сумочка, карман какой-то, куда ее вешать. Но это, конечно, мы уже узнаем после того, как соберем на вид очень такая, как бы, настоящий домик для растений. А муж сказал, на рыбалку ее можно. Застегнулся и сидишь там внутри. Ну и действительно, это настоящая палатка. Я думаю, почему они там пишут все палатка для растений, палатка для растений. Думаю, какая палатка? А это, оказывается, и этот, ну как я называю, стеллаж. И стеллаж, и лампа, и еще все это вместе в чехле вот в таком красивом. Ну вот, я сижу, рассматриваю свою обновку, пытаюсь что-то читать. Ну, читать здесь, конечно, ничего я не могу, потому что тут ни одного русского слова. Нужно скорее перевести, поскорее собрать. Мне так охота посмотреть, какая она будет в готовом виде. Конечно, так как это для меня новинка, и вы знаете, что я все свои новинки показываю сразу и часто, как там идут дела. А это вообще, в принципе, новое для меня. Выращивать растения как-то, где-то создавать им условия в комнатных условиях, идеальные условия создать. Очень тяжело. Все, вот это вот, как ее называть, не знаю. Но я потом переведу, может быть, у нее есть название. Может быть, это стеллаж для выращивания растений. Может быть, это палатка для комнатного выращивания растений. Это что-то новое, это что-то интересное. Все буду вам показывать. И мне самой охота интересно скорее посеять, провести, как бы, перед тем, как весной я буду выращивать рассаду, мне охота сейчас посеять, попробовать, провести испытания, чтобы уже сказать и самой, чтобы знать, что да, вот это такое удобное устройство, что для выращивания рассады, что создаются все идеальные условия. Все. Если честно, я даже не знаю, сколько она стоит. Я потом, конечно, могу где-то, может быть, здесь прочитать или спросить. Я сразу говорила, и еще раз повторяю, мне она досталась бесплатно. Предоставили для, как бы, для испытаний, для вот таких вот, как это называется, для опробования, не знаю. Короче, будем испытывать, будем пробовать, буду делиться с вами впечатлениями. Но мне уже она нравится. Только потому, что она такая красивая, она такая добротная. Все эти железные, такие тяжелые, вот эти вот палочки из которых, это такая толстенная. Если еще она внутри вот такая блестящая и красивая, то все. Я ее уже люблю. Хочу поскорее ее испытать. Все, до свидания. Вот это вот краткий обзор посылки из Китая, которую я даже не знаю, как назвать. Потом, может быть, где-то найду среди этих иностранных букв. Написано ГРОВТЕНТ. ГРОВТЕНТ? А может, я даже прочитала неправильно. Все, до свидания.